Мы живем в такое время, когда народ Божий должен искать ответы только у Бога и только в Его Слове. Пожалуйста, услышьте меня. Кризис, который мы переживаем сейчас, не является следствием ужасов террора или смертельной пандемии. Все дело в отклонении от истинной христианской веры. Во всем виновата отступление. Здравствуйте, сегодня у нас специальный выпуск «Указывая путь с доктором Майклом Юсефом». Вы знаете, 2020 год принес с собой особые вызовы, которые не обошли стороной никого в целом мире. Кризис все еще с нами. Это не просто глобальная пандемия, он затрагивает каждого лично. Это какое-то быстрое разрушение человеческих ценностей. Ценности, которые помогают нашему обществу держаться вместе. И в самом центре этого снижение влияния христианской церкви. Доктор Майкл Юсеф, пастор, автор книг и социолог. Каково ваше объяснение этого, поразившего весь мир, кризиса? Поделитесь. Этот кризис — это кризис истины. А если наступает кризис истины, то это приводит к жизни во лжи. Вспомните сатану, который является отцом лжи, но способен являться как ангел света. Истина — единственное, что имеет значение. Пандемия как чайный пакетик, помещенный в кипяток. Она проявила проблему, вывела ее на первый план. Но сама проблема зародилась еще в 60-е годы, когда движущим принципом был лозунг «Доверяй своим чувствам», и медленно, но верно, мы двигались от здравого мышления к простому вопросу. Как ты себя чувствуешь? Мы больше не спрашиваем людей, что ты об этом думаешь. Мы говорим, что ты чувствуешь по этому поводу. Но чувства — это не очень надежная система мер. Чувства могут быстро изменяться в зависимости от тех или иных обстоятельств и ситуаций, через которые мы проходим. И это проблема. Мы разучились думать, и таким образом стали людьми чувств, оставив все моральные принципы, на которых была построена западная цивилизация. Мы были этому свидетелями. И я на самом деле благодарен пандемии. Знаю, что некоторые подумают, что я сумасшедший, и скажут, что не так с этим парнем. Но, пожалуйста, доверьтесь мне, со мною полный порядок. Просто то, что было скрыто, вышло наружу. В то же самое время, мои личные принципы по-прежнему тверды. Они мои, и только мои. И на основании их, я думаю, что Господь начинает процесс отделения овец от козлов, настоящих верующих от притворных. И так все началось в 60-х годах с доверия своим чувствам. И сейчас мы дошли до момента, когда наши чувства утянут нас на дно, если мы не будем осторожны и не начнем жить так, как на самом деле должны, так, как написано в Библии. Как же это произошло? Как факты уступили место чувствам? Вы сказали, что это уже продолжается какое-то время. Что стоит за этим? Понимаете, такова человеческая природа. От самого начала. Бог сотворил 10 чудес на глазах израильцян в Египте. 10 настоящих чудес. Они видели своими глазами невероятное, сверхъестественное Божие вмешательство. И вот они оказались в пустыне. Моисей ушел на несколько дней. И что же они сделали? О, смотрите, у нас есть золото. Давайте сделаем тельца. Мы люди. Мы такие. Мы начинаем чувствовать. И доказательства уходят на второй план. Люди говорят, о, вот если бы сейчас происходили чудеса, то люди поверили бы. Но позвольте мне вам сказать, даже чудеса не заставят людей верить. Они не верили. Во времена Иисуса не поверят. И теперь, с самого начала, с первых страниц Библии мы видим, что люди поддаются плоти. Потому что это легче и понятнее нашей падшей природе. Таковы мы, люди. Поэтому нам необходимо пробуждение. Надо, чтобы наши духовные глаза открылись. И мы осознали, что есть грех. И он имеет силу отправить человека в ад навечно, если не будет покаяния. Я готов бить в этот колокол всю мою жизнь. Вы говорите о западной цивилизации так, как будто все стоит на кону. То есть речь не идет о том, что может случиться через 200 лет. Речь идет о здесь и сейчас. Майкл, какой вклад христианство внесло в нашу цивилизацию? О, Боже. Здесь интересно взаимное отношение. Тогда это и сама демократия, лежащая в основе гражданского общества. Когда я могу быть не согласен с вами, но я по-прежнему люблю вас, это ведь христианство. Это и технологии, которые появились благодаря нашему уважительному отношению к человеческой жизни. Мы ценим жизнь и хотим с помощью технологий сделать ее легче для других. Хотим быть более внимательными к окружающим. Но давайте вернемся к самым-самым основам. Западная цивилизация, благодаря реформации, признала грех как нечто, ненавистное Богу. Вследствие этого среди людей был страх Божий. И даже те, кто не верит, имели представление о добре и зле, благодаря воспитанию в обществе. Но сейчас этого уже нет. Да, сейчас для Иисуса и христианства уже нет места. Считаете, все началось потому, что христианство стало отвергаться? Абсолютно. Да, потому что если взять и убрать свет, то, что тогда останется, просто тьма без вариантов. А вы получите то, что мы сейчас имеем, так называемое общество с культурой постправды. Расскажите нам. Это есть в словаре. А что это такое? Это правда есть в словаре. Серьезно, возьмите оксфордский словарь и найдите культуру постправды. Суть в том, что больше нет абсолютной непререкаемой истины. Есть ваша правда, есть моя правда. У каждого теперь есть своя правда. Хорошо. Тогда как ваша правда может сосуществовать с моей правдой? Они не могут сосуществовать. Вам скажут, что смогут и должны, но такого не получится. Это факт, потому что не берется в расчет падшая человеческая природа. Это очевидно только для тех, кто понимает происхождение и суть греха. Это бунт против Бога-творца. Но люди предпочитают говорить, «Мы — люди, такие хорошие». А это как раз то, что записано в гуманистическом манифесте. Человек — хороший. Шведский гуманист Мальтос сказал, что человек, он по сути очень хороший. Если это сделать фундаментом, то тогда нет никакого основания для развития взаимоотношений. Это будет хаос, где сильный будет ущемлять слабого, более умный — менее умного человека. То есть я могу нечаянно задеть вас своими словами, и из-за этого моя работа и даже средства к существованию могут быть поставлены на карту. А ведь эта правда часто происходит сейчас в наших условиях, на каждом шагу. Понимаете, эти вещи происходили уже давно, но были скрыты, а теперь все это всплывает на поверхность. Да, хорошо, что люди это видят, но плохо, что их реакция на это. Но что ж поделать, это же никак не влияет на меня и мою семью. У меня все хорошо. Да, христиане часто уподобляются этому мышлению. Ну, я просто не хочу ни на кого давить, предлагая помолиться. Не хочу никого оскорблять этим. Где же эта граница между уважением к другому и служением Христу? У меня есть сосед, и он неверующий. Но я уважаю его, и мы рассказываем друг другу, если болеем или еще что-то случается. И когда он говорит мне что-то подобное, то я спрашиваю, хочешь, я помолюсь за тебя? И он может ответить, нет, и это нормально. Это его выбор, я его уважаю. Но если он соглашается, я молюсь за него, а потом на меня из-за этого подают в суд, потому что это кому-то не понравилось, то это, вот это неправильно. Но, к сожалению, сейчас это случается очень часто. Как же нам вернуться к истине? Наверняка еще не все потеряно. Я знаю ваш образ мышления. Вот проблема. Каково уже решение? Если бы я считал, что все потеряно, я бы здесь не сидел. Вот именно. Я не вставал бы и не изливал бы мое сердце за кафедрой каждое воскресенье. Я уверен, есть надежда, и эта надежда только во Христе. По этой причине я встаю каждое утро, потому что хочу возвещать эту надежду. Да, вокруг нас тьма. Да, все очень печально. Да, становится только хуже. Но надежда есть все равно. И сколько бы у меня времени не осталось. Я хочу держаться за Иисуса, за единственную надежду для этого мира. Хочу, чтобы люди обращались к Нему, к Нему одному, потому что Он тот, кто обещал, когда я буду вознесен, я заберу своих с собой. Мне не надо никого бить по голове и говорить, «Эй, поверю в Иисуса». Нет. Я просто представляю людям Иисуса, и Он уже сам привлекает их к себе. Понимаете, сегодня сотни тысяч людей приходят ко Христу, и одновременно с этим столько же тысяч человек уходят из церкви. Как это понять? Как я и говорил в самом начале программы, я верю в это всем своим сердцем. Я могу быть абсолютно неправ, но сомнения меня не терзают. Бог отделяет овец от козлов. Он призывает своих избранных со всех концов света. И чем ближе конец времен, тем ближе Он нас собирает к себе. Потому что те, кто всего лишь притворялись христианами, теперь могут этого не делать. Теперь они показывают свою суть. Некоторые еще пытаются как-то договориться со своей совестью и найти компромисс между своими планами и христианством, но это все равно, что брызгать водой, набушующий огонь. Это не работает. Итак, надежда только во Христе. В Нем единственном. Ни в церкви, ни в динаминации, ни в Папе Римском, ни в епископах, ни в пастырях, ни в ком-то еще. Только во Христе Иисусе. Я хочу бросить вызов каждому пастору, кто нас смотрит, чтобы вы превозносили Христа и не стеснялись Евангелия, потому что это сила Божия ко спасению. Если мы, пасторы, отнесемся серьезно к провозглашению Евангелия Иисуса Христа, тогда мы обязательно увидим перемены в нашей жизни. Они возможны. Как неверующим понять, какой на самом деле Иисус? Они ведь слышат столько разных мнений от христиан. Как различить, если один говорит, Иисус вот такой, а другой говорит, нет, Иисус вот такой? Вот именно. Это очень-очень хороший вопрос, потому что единственный Иисус, которого вам надо знать, это Иисус из Библии. Откройте Писание и почитайте Евангелие от Иоанна. За многие годы мы слышали и про радикального Иисуса, и про консервативного Иисуса, и про всякого разного Иисуса. Но это все Иисус, придуманный людьми. Это не Иисус, Сын Божий, который существовал неразделимо с Отцом еще до творения нашего мира, который оставил свое величие, не божественность, но величие его божественности, и стал Бога человеком, полностью человеком и полностью Богом, безгрешный, святой, праведный Бог, пришел, чтобы умереть на кресте для искупления, спасения и прощения каждого грешника, который обратится к нему. Вот единственный Иисус. Павел сказал, что кто проповедует другое Евангелие, да будет ему анафема. Наступит день, и тех, кто извращает Слово Божие, ради своих интересов, настигнут проклятие. Их ждет серьезное осуждение и очень строгое наказание. Я не хотел бы быть даже близко с ними в этот день. Христиане часто интересуются, а проповедует ли истину мой пастор? И вы им отвечаете, сравните с Библией. Так и есть. Вообще, тех людей, кто изучает Писание, Библия называет более достойными, благородными. Я хотел бы по ту сторону кафедры видеть достойных людей, которые сами изучают Писание. Начните с Евангелия от Иоанна. Посмотрите, что Иисус говорил о себе и кто Он такой. И затем отнеситесь серьезно к вере в Него, доверя Ему, покаянию в грехах, чтобы Он мог дать вам прощение, вечность и мир с Богом. Наверняка есть люди, которые могут сказать, «Майкл, я почитал Библию и нашел там достаточно обидные вещи». В этом и плюс Библии. Это ее хорошая черта. Она никогда не пытается преподнести людей Божьих в виде отстиранных, отбеленных, накрахмаленных, завернутых в красивую упаковку фигурок с надписью, будьте как они. Нет, Библия показывает нам людей такими, как они есть, с их бородавками, ошибками и Божьей милостью и прощением в их жизнях. Именно поэтому Библия — истинное Слово Божие. События, охватывающие. 1600 лет и более 40 авторов, которые не противоречат друг другу. Другой такой книги нет. А если у вас есть какие-либо сомнения, то свяжитесь с нами, и мы с радостью дадим вам материалы, которые помогут вам понять истину о Евангелии. Нам ничего не нужно от вас, и мы не будем просить вас о чем-то. Мы делаем это, потому что ваша вечная жизнь имеет огромную цену. Иисус сказал, что толку приобрести весь мир, но потерять при этом душу. Это бессмысленно. Что может дать человек за душу? Душа бесценна. Поэтому Сын Божий пришел с небес, чтобы умереть на кресте, и таким образом искупить человеческую душу. Если кто-то сейчас в поиске, знаете, есть Иисус. Он приветствует и приглашает вас, и я молюсь, чтобы вы пришли к Нему. И это не эксклюзивное приглашение для какой-то особенной группы людей. Оно для всех. Оно для каждого. Библия говорит «всякий». Прекрасное слово. Всякий. Всякий, кто поверит. Это для кого угодно. Это не принадлежит только определенной группе людей. Иисус не говорит «я сделал это только для них». Нет, нет, всякий. Это можешь быть и ты. Прощение и милость. Аминь. Я думаю, что неверующим людям действительно сложно понять, насколько велики прощение и благодать, которые предлагает нам Христос. Это удивительно и сверхъестественно. Абсолютно. Мы живы только благодаря Его милости. По своей милости Он дает людям еще один шанс услышать истину и обратиться к Нему. И когда они сделают это, тогда Он даст им столько благодати, что они ее просто удержать не смогут. Я за свои 54 года жизни со Христом получил так много благодати, что чувствую себя переполненным от благодарности Богу за Его милость. Но пережить Божью благодать можно лишь приняв Его милость и обратившись лично к Нему. Через молитву. Да. Надо ли нам молиться о смелости в наши дни? Вооружите нас, Майкл. Да. Во что нам нужно облачиться, чтобы справиться с нынешним кризисом? Ну, естественно. В первую очередь, это молитва. Это близость с Богом. Ведь это как воздухом дышать. Вы не можете сказать, «Ну, я вчера надышался уже, сегодня дышать не буду». Или «Я вчера поел, поэтому сегодня не буду». Нет, нам нужна каждодневная близость со Христом. Но это возможно только после покаяния. Но проблема еще в том, что эта пандемия запугала много людей. Они живут в страхе. «Я хочу расшевелить тех из моих ближних, кто напуган». Я говорю им, «Мы все умрем. Однажды ты умрешь. Не живи в страхе». А они отвечают, «Я не боюсь. Я просто пытаюсь быть осторожным». И это нормально с одной стороны, потому что Бог дал нам определенную долю страха для чувства самосохранения. Но извращенный страх заставляет вас бояться всего на свете. Поймите, неважно, орел или решка, мы всегда выигрышем. Живешь — выиграл. Умер — выиграл. Вспомните, Павел говорил, «Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Не живите в страхе. Я обращаюсь к верующим. Выбросьте ваши страхи. Наполните себя верой Христовой. Я слышала ваше высказывание, что для верующих этот мир плох, насколько это только возможно. Так и есть. А для неверующих этот мир хорош, насколько это возможно. Как тогда верующим, которые страдают в этом мире, ободрять неверующих, для которых этот мир — все, что у них есть? Расскажите. Я думаю, мы можем вдохновлять их тем, как мы живем, как говорим, как поступаем и как ведем себя. Люди увидят это. Вам не придется тянуть людей за рукав и уговаривать, вы должны поверить в Иисуса. Может, кому-то это и надо, но в основном люди просто смотрят и наблюдают за нами, замечаем мы это или нет. Если кто-то видит, что мы в таком же страхе, то может сказать, «Ну, их вера ничего им не дает. Они напуганы так же, как и я». Так что в чем разница? Все дело в том, как мы живем. Подтверждает ли наша жизнь наши слова? Потому что дело не в словах нашей жизни. Гораздо более красноречиво все объясняют ближним нашим. Значит, это вызов для нас. Сесть поудобнее и сказать, «О Боже, наша цивилизация и церковь находятся в ужасном кризисе». Либо, как советуете вы, изменить эту ситуацию на своем личном уровне. Абсолютно. Посмотрите, как было с апостолами. В день Пятидесятницы, при сошествии Святого Духа, когда они говорили на языках, о них сказали, что они необразованные люди. А потом о них уже говорили, что они перевернули мир. Но каким образом они смогли это сделать? Провозглашением Евангелия и то, как именно они жили. Бесстрашно. Хотите посадить меня в тюрьму? Хорошо. Это бесстрашие. В мире полном страха и помогло им перевернуть мир. Поэтому люди и просили их, «Расскажите нам об Иисусе». И в итоге это как потоп распространилось по всему миру, к сожалению. Хотя, может, оно так и должно быть. Но сейчас такое ощущение, как будто мы в конце времен возвращаемся к этому самому началу. В любом случае, это хорошо. Хорошо. Значит, есть надежда, несмотря на кризис. Эти слова в заглавии вашей новой книги. Вы в ней говорите, что наше поколение ответственно за принятие решения. Но как мы можем решить спасти нашу культуру от кажущегося неизбежным краха? Расскажите, пожалуйста. Каждый отдельно взятый верующий может это сделать. Я уверен в этом. Посмотрите в Писании. Это никогда не решалось группой людей. Да, мы собираем огромные собрания, большие стадионы и так далее. Это хорошо. Но возьмите одного, даже изначально непослушного, Иону, который в конце концов повиновался и пошел в Неневию, где он спас целую нацию. И если обратиться к Писанию, то вы увидите множество, множество историй, где требовался только лишь один человек. Это и Иона, и апостол Павел. В вашей книге вы предлагаете семь шагов. Я уверена, это случайное число. Первый шаг — это помнить истину. С этого мы должны начать. Точно. Это сама суть проблемы. Культура общества постправды, когда абсолютной истины просто не существует, когда в это просто уже никто не верит. Иногда это можно даже услышать с кафедры, но понимается, абсолютной истины ведь нет. Когда истина разрушена, тогда все падает вслед за ней, поэтому надо вернуться назад, к истине, начать верить в нее, практиковать ее и жить с ей. Также вы говорите о семьях и о восстановлении образования и о большом участии семей в этом. Каково оно? Да, верно. В нашей церкви мы сейчас вплотную занимаемся этим, так как для нас это видение на следующие 10 лет. Мы называем это передачей целостной истины. Истина целиком. Потому что можно ведь передать просто часть, но важно передать следующему поколению именно всю истину целиком. Мы стараемся делать это, начиная с детского и заканчивая самым возрастным служением. Это как табурет на трех ножках. Где эти ножки? Это семья, школа и церковь. Даже если школа отвалится, то по крайней мере останется еще две ножки. Семья и церковь. Но если и одна из этих двух отвалится, то тогда это все равно, что плыть против течения. Поэтому нам необходимы и церковь, и семья, и школа, чтобы все эти сферы работали вместе, помогая нам передавать полную истину следующему поколению. Я верю, что Бог побуждает меня двигаться вперед в этом, выходя из зоны комфорта в нашей церкви апостолов. Ради того, чтобы создавать для наших собственных детей благочестивую среду, где они смогут расти и развиваться вместе с другими верующими детьми. Как нам возродить церковь? Я знаю, вы призываете, чтобы каждый лично участвовал в этом, но как это сделать практически? Я думаю, те пасторы, которые отошли от истины из-за страха потерять свою работу или членов церкви, должны покаяться. Это самая первая линия обороны в церкви. Если пасторы раскаются и начнут провозглашать полноценную волю Божию, будут проповедовать Евангелие Иисуса Христа непоколебимо и бескомпромиссно. Это будет началом. Стоит только сделать это, и пробуждение придет в церковь. Но если пасторы продолжат проповедовать ложь и разбавленное Евангелие, тогда, как говорил мой друг, который сейчас с Господом, будет так, кафедра ведет за собой церковную скамью, а церковная скамья ведет за собой целое общество. Тогда мы потеряем все. Я хочу ободрить всех и достать эту книгу «Надежда» в нынешнем кризисе. Она действительно говорит о кризисе и дает надежду. Аминь. Спасибо. Майкл Юсеф, спасибо вам большое. Повторю название книги «Надежда» в нынешнем кризисе. Вы можете приобрести перемены прямо сейчас и прямо там, где Бог поместил вас. Эта книга поможет вам с любовью и убедительно донести Божье послание этому израненному миру. От имени доктора Майкла Юсефа и команды «Указывай путь» спасибо, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok